Авторский подкаст Станислава Тарасенко Здравия всем! 2 февраля, ну вдруг вы слушаете подкаст много лет спустя, 2022 года, на 90-м году жизни, умерла итальянская актриса и какая актриса? Моника Витти, муза и жена Микеланджело Антониони, бывшая иконой европейского артхаусного кино 60-х. Последние несколько лет она особенно страдала от болезни Альцгеймера, да будет благословенна ее душа. Для меня Моника Витти, как и Жанна Моро, и Олен Делон, и Марчелло Мастрояне, с которыми она снималась в трилогии некоммуникабельности и отчужденности Микеланджело Антониони. Так вот, Моника Витти является собой тот культурный 20-й век, о котором я скорблю в веке 21-м. Нет-нет, никакого брюзжания и снобизма, никакой обреченности и заламывания рук. Но давайте признаем, мы живем в эпоху крупнокалиберных супергеройских блокбастеров и дорогостоящих компьютерных игр, перетянувших на себя почти все культурно-массовое одеяло. Белый информационный шум, создаваемый подобными проектами-гигантами, заглушает собой робкие голоса последних дуэлей Ридли Скотта, Вестсайских историй Стивена Спилберга, Аллея Кошмаров, Гильермо Дель Тора. Независимое артхаусное кино все чаще оказывается на стримингах и все реже заинтересовывает кинотеатральных зрителей. Хотя да, Аллея Кошмаров и сумела продемонстрировать неплохую посещаемость в Восточной Европе. Но вот, на днях я проводил допремьерный показ параллельных матерей Педро Альмадовара во Львовском кинотеатре. И одним из спонсоров этого фильма, что ясно из ступительных титров, является стриминговая платформа Netflix. Вот в какие времена мы живем. И как раз недавно очередной голливудский кинорежиссер, во след за Мартином Скорсезе, Алехандро Гонсалесом и Ньяриту, Терри Гиллиамом, Ридли Скоттом, несть им числа, выступил против в засилье фильмов Marvel и DC на кинотеатральных экранах. Дескать, все деньги уходят им. Вся реклама им. А индустрия из-за этого негативно меняется. Из игры выбывают режиссеры, стремящиеся рассказывать нетривиальные истории и браться за рискованные сюжеты. Зовут Брюс Гу Роланд Эмерих, который недавно отснял, как всерьез шутят, самый дорогостоящий независимый фильм в истории кино под названием «Падение Луны». Название фильму очень подходит, потому что независимый блокбастер Эмериха страшно проваливается в мировом прокате. Но Эмерих, разумеется, осознавая, что от его слов ничего не изменится, призвал к тому, чтобы супергероики на экранах становилось меньше, а фильмов условного Кристофера Нолана больше. Нолан может снять блокбастер о чем угодно, говорит Эмерих. Так о чем это я? А, да, о Монике Витте. Представляете, были когда-то времена, когда фильмы Лукино Висконти и Бернардо Бертолуччи, Серджио Леоне и Сэма Пекинпы, Фрэнка Капри и Билли Уайлдера, Микеланджело Антониони и Федерико Феллини не только культурно обогащали массового зрителя, но и приносили колоссальную прибыль, несоразмерную с затратами на производство шедевров киноклассиков. Это правда, что фильмы по типу «Последняя танго в Париже» или «Фотоувеличение» окупались в прокате в десятеро и более раз. Сколько я знаю подобных историй, расскажу лишь одну. Культовый современный артхаусный режиссер Вонг Карвай рассказывает о том, что в детстве и юношестве, 60-е и 70-е годы регулярно посещал гонконгские кинотеатры вместе со своей матерью. Они засматривались всем, чем только можно было засматриваться, от развлекательных китайских боевиков с элементами кунг-фу до многочасового европейского артхауса. Суть же в том, поясняет Карвай, что в те времена зрители вообще не различали такие понятия, как «умное кино» и «кино развлекательное». Идя на очередной фильм Федерико Феллини, Карвай и думать не думал, что смотрит нечто исключительное и сложное. Это было просто кино. Вот и все. Сегодняшний же кинотеатральный зритель, посещающий показы Раду Жуде или Опичатпонга Вера Ситакула, наверняка осознает собственную исключительность, поскольку радикальный интеллектуальный кинематограф ко второму десятилетию нового столетия, по сравнению с прошлым веком, куда более маргинализировался и элитизировался. Нет, я ни в коем случае не пытаюсь доказать, что раньше все были умными, а теперь все стали глупыми. Я же живу в это время, правильно? Значит, все в порядке. Я не настолько наивен. Я говорю об изменениях в индустрии, о перераспределении капитала, о новом цифровом веке, об изменившихся запросах и предпочтениях зрителей 2010-2022 годов. Когда-то балом правил Жан Габен, Жан-Поль Бельмондо и Аллен Делон. Когда-то Моника Витти, Жанна Моро и Катрин Денев поражали зрителей необъяснимо виртуозным актерским исполнением в сложнейших кинокартинах, тем не менее вызывавших ажиотаж по всему миру. Конкретно Моника Витти, ставшая лицом духовно обнищавшей буржуазии, потерянной на раздорожье экзистенциальной бессмыслицы, личного кризиса и сердечной пустоты стала тем ангелом, что возвысил кинематограф до немыслимых ранее высот. Вот взять хотя бы затмение Микеланджело Антониони, заключительную часть трилогии некоммуникабельности и отчужденности. Моника Витти в этой картине уже не просто играет роль, она достигает статуса живого символа, она переступает границы обычного драматического искусства и перевоплощается, оборачивается арт-монументом, культурным феноменом, абстрактным ментальным конструктом, становится органичной частью того непереводимого на человеческий язык языка кино, которым впервые заговорил именно Антониони. Моника Витти в фильмах мастера сливается с пространством, а пространство растворяется в ней. Понятия объекта и субъекта в фильмах Антониони лишаются своего привычного значения. Киновселенная итальянского классика является воплощенным миром черно-белого Дао, пускай и в предельно нигилистичной трактовке начитанного европейца. Фундаментальная трилогия Антониони «Приключения, ночь и затмение» — это такая особая форма абстрактной киноживописи, настолько оригинальной и прозренческой, философской и концептуальной, что в результате способны изменить не только вкусовые предпочтения зрителя, но и само его мировоззрение, мироощущение, понимание бытия. Когда-то такого кино было больше. Вот как сегодня все меньше и меньше людей читают книги, так и когда-то гораздо больше людей смотрело подобные фильмы. Обратитесь просто к статистике. Если сегодня ты читаешь или Аду Гомера, или Макбета Шекспира, то это ей-богу выглядит чем-то исключительным, мол, видишь ты какой умный. И в то же время ничто так не раздражает, как желание произвести на окружающих впечатление за счет своей начитанности и насмотренности. Мы, словно бы, вот не все, конечно, но многие из нас, подсевшие на инстаграмы и тиктоки, растеряли какое-то драгоценное качество, сочетающее ум с искренностью. Мы стали проще и одинаковей. Мы все требуем внимания. Мы все смотрим вовне, ищем одобрения окружающих, хотим производить ошеломляющее впечатление на своих подписчиков, ага, ютуб-канал киноведы и фолловеров. А героини Моники Витти, они смотрели именно вовнутрь. Они изучали пустотность вещественности. Они погружались в буддийскую самость. Фильмы той эпохи обращались ко зрителю как к взрослому человеку. А сегодняшний зритель — это хипстер-миллениал-тинейджер. Да, невероятно сексуальная Моника Витти, а я не вижу ничего дурного в том, чтобы признавать очевидное, поражало не столько своей телесной красотой, сколько особым иномирным качеством совершенства. И это совершенство было сопряжено с совершенством кинематографа. Вот вы можете назвать современную молодую актрису подобного типажа и подобных творческих изысканий. Да, молодое поколение превозносит Аню Тейлор-Джой, Зен Дею, Флоренс Пью, и я ничего против не имею. Многих из них от всего сердца хвалю. Однако это, как заповедовал классик, другое. Моника Витти, я люблю тебя. Для меня ты не умерла. Я еще не раз увижу тебя на экране. Смотрите Киноклассику. И большое спасибо, что прослушали сегодняшний спецвыпуск Киновед. Подписывайтесь, не стесняйтесь. У нас много чего по-настоящему задротского и ботанского. А это сегодня впереди планеты всей. Возвращайтесь. Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да.